Здарова пацанчики! С вами Механик и посмотрите какую тачку я сегодня намутил, а? Сразу видите, да? X5M, наклеечка M, наклеечка смотра. Ну, 150 лошадей плюсом просто сразу, по дефолту прям, ничего даже делать не надо. В общем, вот так вот она выглядит. Симпатично достаточно выглядит. Закатанные задние фары, закатанные все стекла, пятерочкой, наверное. Ну, просто очень темные стекла, не знаю, слишком черные даже. Ладно, надо перебираться в салон, сейчас оценим его убранство. Ну, кстати, очень достойно выглядит. Белые сидения. Белые сидения, конечно, спорно выглядят. Но это не главное, в этой машине это не главное. Спидометр D300. Вот раньше всегда я думал, спидометр D300, тачка E300, значит. Вот всегда я раньше так думал. Но, как оказалось, не всегда это на самом деле так. Но, тем не менее, тем не менее, потенциал у тачки есть. Все-таки наклеечки M присутствуют. Ладно, надо заводиться и уже, уже куда-то наваливать. Поеду сегодня, прокачусь, не знаю куда. Посмотрите, свет даже дальник, я врубляю, врубляю. Никакой индикации нет на приборной панели. И чуть-чуть, буквально, в самой игре чуть-чуть видно, потому что очень темно, блин. Очень темно. Слишком темная тонировка. Ладно. Врубаю. Даже можно не смотреть в заднее стекло. Просто так вот аккуратно выезжать, просто чтобы пропустили. Вот, вот, вот. Аккуратно выехал. Даже можно не смотреть. И повалил. Выезд в город. Ну, что, едем, значит, в город сегодня, пацаны. Можно реально не пристегиваться на машине. Как бы, можно. Можно вот так вот. Вот не нравится тебе здесь ты раз такой. Вот так вот, чуть-чуть просто. Особо, как бы, ну, церемониться тут не надо особо. Вы видели, да, какой дерзкий просто. Вот надо было выйти и обоссать его. Можно, кстати, любого на этой тачке обоссать. Потому что ты можешь обоссать и уехать. А он тебя не догонит. Потому что у тебя икс, все-таки, икс пятый. Ты и со старта надерешь, и на скорости надерешь. Вообще безвыходная просто ситуация у кого-то будет. Кого-то обоссышь. Так, что тут у нас? Что за стоялого такое? Ну, гелик, кстати, повыше, да? Гелик повыше будет. А тормоза-то какие... Что-то прям, не знаю, валки какой-то он. В общем, едем сейчас за город сначала. За город, а потом в город. Ох, 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 страшно-то как ехать на нем, черт возьми. Реально страшно ехать на такой тачке. Так. Нет. Слишком быстро в поворот. А может быть... Может быть съехать с трассы-то, да и вот здесь протестировать? О! Нормально, кстати, слушайте. Он и по бездорожью неплох. Ну-ка, как это выглядит со стороны-то? Да нормально вообще, едет, чё? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. В дерево главное не вписаться, а то потом всю жизнь расплачиваться. Так, чё-то вот тут туговато. Но мощности, мне кажется, хватит, чтобы выехать из любой просто дыры. Так, а чё это дерево-то как это лежит? О, нормально. Нормально. На гелике бы не проехал. Гелик повыше. А на этом, пожалуйста, и повалил дальше. Так. Занесло чуточку, но это ничего страшного. Главное... Чё-то отвалилось. Надеюсь, не бампер. То есть, ну, главное, чтобы видимых частей не отвалилось. Так. Неплохо едет. Достаточно мягкий, кстати. Я думал, будет гораздо жёстче. Честно сказать, не знаю, куда выведет эта дорога. Но теперь уж деваться некуда. Не назад же ехать. Сейчас протестим. Господи ты, боже мой! Чё там произошло-то такое? Да нет, вроде целенький. Так, ладно, надо ехать, наверное, вот так. Так, наверное, будет как-то... ...попонятнее, где я еду, по какому покрытию. И, соответственно, скорость можно будет выбирать соответствующую. Так. Главное выехать сейчас на асфальт. А вон, посмотрите, какие просто буераки впереди. Чёрт! Ну, неплохая проходимость для такой суперспортивной тачки. Неплохая проходимость, всё равно, надо сказать. А если тебе не хватает вот скорости, не хватает момента, ты просто вот так вот жмёшь тапку в пол и врезаешься. Но потом жмёшь тапку в пол ещё сильнее, прожимаешь её буквально... ...буквально уже до асфальта, ногой, пяткой прожимаешь и едешь дальше. Мне кажется, это очень-очень круто. Так, нормально, нормально едет. Если я несу какой-то бред, не обращайте внимания, я ещё болею. Мне ещё плохо, я ещё на таблетках, поэтому... ...всё в порядке. Ну, ничего, нормально едет тачка. Где уже сраный асфальт этот? Ну, сколько можно уже? Я уже хочу просто выехать на асфальт и навалить. Где машины, блин? Что это за дерьмо? А хотя вот так приятно, вот так можно долго ехать. Такая атмосфера успокаивающая здесь. О, боком, боком. Видели, как прошёл красиво? Тихо, 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 тихо! Фак. Ну, ничего, главное, что едет хотя бы. Спасибо, что живой. Наверное, можно было туда вниз улететь, ничего бы страшного не было. Так, я вижу какой-то мост впереди. Наверное, это выезд на асфальт или что это такое? Так, а вот уже выезд на асфальт. Интересно, интересно. Так, всё, надо включить. Мама-мама-криминал. Музычку нормальную включить, пацанскую. Что-то машин всё равно нет. Ага, вот, всё, появились машины. Куда ты? Вот чертяка, а. Наверное, в столб я врезался всё-таки не по его вине, а по своей. Но неприятно было. Ты вот так едешь, едешь, а перед тобой кто-то выскакивает. 120 в городе. Ну, честно сказать, неспокойная машина. Вот неспокойная вообще. Вроде ты можешь себе многое позволить на ней, но как-то, не знаю, слишком валкая она, что ли. Вот чувак сейчас на красный пролетел. Ай, он не пролетел, это мент. Ты можешь даже вот так вписать мента чуть-чуть, как бы, ну, немножечко, да, и ехать дальше. Не факт даже, что за тобой поедут. Вот на красный пролетел, и ничего, нормально, 120 на красный, на перекрёстке. Прямо как в голливудском фильме ты делаешь, и эта тачка позволяет тебе это делать. Очень прикольная тачка. Кстати, игра это 3D-инструктор, если вдруг кто не знает. Оп! В поворот нормально вошёл, но на 60 как бы, ну, тут грех нормально, в поворот не войти. А вот сейчас по городу постараюсь навалить. А сейчас уже, уже тяжело, да. Уже тяжело без руля, конечно, машину контролировать. Всё. Всё. О, нет, смотрите-ка, не всё нифига. Я думал, всё, это финалочка будет. Всё ещё нормально, нормально, ещё едет. Ещё едет, соточка. Слушайте, ну, неплохая тачка. Давайте ускорение замерим. Сколько? Сколько поедет она? Сейчас с двух педалей-то. Ну, чё, готовы, да? Готовы? Погнали! Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Ну, где-то пять, пять с половиной, вот так вот. Ориентировочно до шести секунд. По-моему, очень неплохо. Очень неплохо, учитывая размер автомобиля, массу автомобиля. По-моему, очень достойный показатель. И здесь реализовано всё очень-очень неплохо. Ну, только немного более, ну, как-то валкая она, что ли. Вот, смотрите. На поведение руля вот так вот откликает и улетает, улетает просто в космос. Вы видели, как она улетела? Жаль, здесь нет замедления, как в бимке. Я бы сейчас врубил замедленницы, и мы бы посмотрели на это. А всё, она сломалась. То есть, я разбил икса. Икс 5М повержен. Не выдержал он моей эксплуатации. Я, конечно, этим не горжусь, но так получилось. В общем, как-то так, ребята. Я надеюсь, вам понравился этот ролик. Не забывайте ставить лукас. Подписывайтесь на канал. С вами был Механик. Всем пока.